МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые главные новости дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Как освобождали Савченко? Подробности непростого обмена узнаем у Ирины Герасченко. Таможни дают добро. Зачем Кабмин создает таможенную сотню? Дети, перекати поле. Куда снова хотят перевезти воспитанников луганского интерната, возвращенных из России? Главная новость дня, безусловно, долгожданное возвращение в Украину Надежды Савченко. Этого дня украинская летчица ждала долгие и тяжелые 709 дней. Какими были первые слова на родине? И как Киев встретил свою героиню? Все видели мои коллеги. Еще до полудня в Борисполь съезжаются десятки журналистов с оборудованием для прямых эфиров. И политики с цветами их пропускают в ВИП-зал. А журналисты остаются ждать возле летного поля. Президентский борт из Ростова на дому, где происходил обмен Савченко на российских ГРУшников, приземлился в Киев 15 часов. Но этот момент камеры не зафиксировали. Позже в фейсбуке вице-спекера парламента Ирины Герасченко появилась фотосессия из самолета и первые кадры после приземления. К трапу журналистов так и не пустили, поэтому первыми с надеждой встретились ее родные, сестра и мама. Освобожденная Савченко могла бы сразу уехать на брифинг в администрацию президента, но сама вышла к прессе и была вынуждена буквально отбиваться от микрофонов. И когда люди немного расступились, надежда эмоционально обратилась к украинцам. Вот ее первые слова. Встречала Савченко и глава партии «Батькевщина» Юлия Тимошенко. Я рада с вами познакомиться. Любим, сильным. Тримайся. И ты их перемогла, вспоми, ты их перемогла. А это я прекрасно знаю. Выбираться из плотного кольца журналистов Надежде Савченко пришлось практически с боем. Кортеж уже отъезжает из аэропорта, как друг останавливается. Надя хочет, чтобы ее мама ехала с ней в одной машине. И ее снова окружает толпа. Поверьте, все будет хорошо. Дайте мне не спасутись. Дайте мне, чтобы я без всего, все... Дайте мне, чтобы все... Дайте, мы будем поддерживать, будем поддерживать. А я злюблю все, чтобы имя не расчаровалось. Мам, врывайся. Из аэропорта Надежда Савченко направляется в администрацию президента. Здесь ее уже несколько часов ожидает около 200 журналистов. Запечатлите исторический момент. Готовы около полусотни телекамер. Дорогая Надя, дорогие друзья. Встречают украинскую пленницу цветами. Правда, самый большой букет из рук президента предназначен ее матери. Той, которая ждала дольше и сильнее всех. Петр Порошенко благодарит надежду за стальную выдержку, силу воли, слова признательности, адресованные главам государств Германии, Франции, США и многим других, без кого эта победа не состоялась бы. От долгих 709 дней переживали, молились, активно действовали, организовали акции и протесты для того, чтобы отбылся этот сегодняшний день. Этот день, когда на Украину вернулась Надя. Надя Савченко. И надя, и тверда вера в нашу победу. Надя стала символом, символом гордости и нескоренности, такой, какой и есть Украина. За два года плена, говорит Надежда, у нее накопилось немало негативных эмоций. Рассказывать о ней журналистам не стала, лишь извинилась перед погибшими в зоне АТО бойцами и их матерями за то, что до сих пор жива. Обещает теперь работать ради возвращения тех, кто остается в плену боевиков. Я не стану говорить про людей погано. Я не хочу передавать вам свою людь, свою ярость, свою злобу и свою ненависть. Я надеюсь, что с часом из этих почетов у меня остается только мудрость. Если бы народ не говорил, то политики бы ничего не сделали. Я буду работать для того, чтобы, по-перше, повернулся каждый, кто полоненный, еще живой, повернулся живым. Петр Порошенко удостоил Савченко награды Героя Украины, но узнать у нее, как себя чувствует, чем займется уже завтра, журналистам не удалось. Сегодня ее ждут еще на нескольких мероприятиях. Из администрации президента Надежда прямиком направилась в офис партии «Батькивщина». Елена Митясова, Ирина Исаченко, Александр Пантелеймонов и Максим Чеблин. Подробности телеканал «Интер». А в офисе партии «Батькивщина» Надежда уединилась с Юлией Тимошенко в ее кабинете. О чем беседовали нардепы неизвестно, прессу туда не допустили. После разговора с лидером партии Савченко познакомилась с представителями парламентской фракции и буквально час назад уехала с Туровской домой отдыхать. Уже в пятницу, 27 мая, украинская летчица проведет в украинском доме пресс-конференцию, где пообещала ответить на все вопросы. Как только в Киеве приземлился самолет с Надеждой Савченко, на сайте президента появился указ о помиловании российских ГРУшников Александрова и Ерофеева. Датирован документ, как оказалось, еще вчерашним днем. В нем сказано, что решение принято на основании предложения комиссии по делам помилования, а также ходатайств, чьих конкретно не уточняется. Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 24 мая. Вот если Украина встречала Савченко как героиню, то возвращение в Россию ГРУшников оказалось почти незамеченным. Подтвердит прямо сейчас мой коллега Данил Русаков, он с нами на прямой связи. Данил, я тебя приветствую. Расскажи нам, пожалуйста, во-первых, как Надежда вылетала из Ростова и как встречали россияне Александрова и Ерофеева. Прошел. Да, здравствуй, Алексей. Действительно, история возвращения Надежды Савченко домой в Украину началась сегодня утром в аэропорту Ростова-на-Дону. Туда ее доставили прямиком из Новочеркасского СИЗО, где она содержалась в одиночной камере. Там, в терминале, она прошла на взлетное поле, где ее ждал самолет. Об этом стало известно уже где-то около 12 часов дня. Правительственный самолет из Киева. Именно на его борту находился пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, а также первый заместитель, председатель Верховной Рады Украины Ирина Гераченко. Как сообщалось дальше, потому что подробностей в течение всего дня освобождения Надежды практически не было, однако вот уже через несколько часов после того, как появилась информация, что Надежда в самолете, распространили некоторые информагентства сообщения, что принципиальное решение об освобождении украинской летчицы было принято сегодня ночью во время переговоров в нормандском формате. Что касается пресс-службы Кремля, то они воздерживались от каких-либо комментариев на протяжении всего того времени, пока Надежда находилась в воздухе и возвращалась домой в Киев. И вот после приземления в аэропорту Борисполя пресс-служба Кремля распространила сообщение, что Надежду Савченко помиловал Путин. Вот на этих кадрах, которые сделаны, кстати, сегодня, запечатлена встреча главы Российской Федерации и родственников ГРУшников. Сообщается, что именно это мероприятие прошло сегодня. И, как стало известно, со ссылкой, опять-таки, на пресс-службу Кремля, решение помиловать Надежду Савченко Владимир Путин принял по просьбам вот этих двух родственниц, Александрова и Ерофеева, после того, как они встретились с Виктором Медведчуком около двух месяцев назад. Узнаю, что более чем два месяца назад, точнее, 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком, и тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта. Вопрос об обмене в формате «всех на всех» еще будет обсуждаться в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. И вот там сегодня высказали мнение, что сегодняшний обмен Надежды Савченко на ГРУшников стал первым шагом на пути к решению этого вопроса. Это стратегически гуманитарная акция имеет огромное значение сегодня. Тот кризис, который возник и продолжается в течение последних двух лет, нуждается в том, чтобы были внесены определенный вклад. Это может быть даже этапом такого восстановления взаимоотношений между Украиной и Россией. Алексей, вынужден извиниться. Я оговорился, сказал погибших ГРУшников. На самом деле, речь шла о встрече с родственниками погибших журналистов ВГДРК Корнелюка и Волошина. А вот что касается конкретно случая с двумя ГРУшниками Александрова и Ерофеева, то они живы-здоровы. Сегодня прибыли днем в аэропорт Внуково и там их встретили жены. Собственно, после этого, как сообщается, они проследовали, видимо, по всей видимости, домой. Таким выдался сегодняшний достаточно трудный, тяжелый и воистину исторический день. А я напомню, что в российских тюрьмах освобождения и возвращения домой дожидаются и другие украинцы. Среди них Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев. На самом деле, список очень длинный. Спасибо, Данил, за работу. На прямой связи с подробностями был мой коллега Данил Русаков. Маршруты рейсов, вывозящих ГРУшников в Россию и возвращающий нашу надежду домой, поначалу были засекречены по понятным причинам. По нашей информации, самолет президента Украины с Евгением Ерофеевым и Александром Александровым на борту вылетел из Борисполя в 8 утра 6 минут. Чтобы не пересекать воздушное пространство над Крымом, лайнер направился в Ростов-на-Дону через Воронеж. В половине 10 утра борт приземлился в пункте назначения. Туда же, в Ростов, доставили Надежду Савченко. Как написало агентство Интерфакс, со ссылкой на свои источники, обмен проходил прямо в аэропорту. Обратно самолет с украинской летчицы отправился в час дня по тому же маршруту в 13.40. Когда украинский борт был еще в небе, в московский аэропорт Внуково доставили Ерофеева и Александрова. Ну а уже через час в Борисполе встречали Надежду Савченко. Так ли все было? И другие подробности этой истории непростого обмена мы узнаем от очевидца событий. Первого человека, который встретил Надежду Савченко на свободе, вице-спикер Раховной Рады Украины, Ирина Герасченко. Ирина, здравствуйте, спасибо, что в конце этого непростого дня и для вас, и для Украины вы нашли время к нам прийти. Уже по прилету из России... До речи, ваша информация, вернее, информация, на которую вы посылалися, от интерфаксу российского, были неточности. А вот давайте уточним, какие... Насправді, президентский літак никого никуда не перевозил. За доручением президента Украины, после восстанавливых переговоров, которые тривали несколько месяцев, можно даже сказать, два года, потому что никогда не было никаких международных переговоров, где бы не поднималось это вопрос, Савченко. Где бы президент, министр закордонных справ и наша гуманитарная минская группа, дипломаты, политики, и такие инженеры не поднимали это вопрос, но действительно, последние два недели тривала, может быть, такая наинтенсивнейшая работа по подготовке к этой операции, что день и майже происходило на радио президента Украины. И, власне, сегодня, за доручением президента Украины, его літак отправился до Ростова. Не было там никаких грушников, за ними приезжал российский літак. Наша была миссия и высокая мета доручения президента – это встретить только надею. И, действительно, мы ждали в аэропорту близко години уже в Ростове. Нам не было дозвола выходить из літака, но мы ждали близко години, пока начнется рух тех машин, на которых везли надею. Приехали двое машины без номера. Мы еще ждали, наверное, еще и минут 40 до того, как уже ее выведут надею. И, власне, а страшнее, что для нас было, чтобы все это не взорвалось. И вот эта такая утечка, я даже думаю, что она была не просто так, пущена в российских ЗМИ, реально, а она ставила под загрозу проведение сегодняшней операции по звольнению заручников. Вы сказали, что ближе к вечеру вы, возможно, соберетесь с силами и расскажете все подробности этого, я процитирую, детективного дня. То есть до последнего момента у вас не было уверенности, что все пройдет и не сорвется в последнюю секунду. Президент Украины сегодня уже под час встречи с Надією, с журналистами, он поинформировал про то, что мы имели несколько дат возможных про звольнение Надії. И вот весь час это выкладывалось, вытермировалось. И поэтому сегодняшняя операция, она действительно готовилась в таймнице. И поэтому мы, возможно, даже перепрошиваем у засобов массовой информации, усведомлюющая ажиотаж, которая вызвала встреча Надії. Но для нас было на этих вагах, знаете, там, анонсировать и не сделать, или сделать. Хотя очень много спекуляций было на эту тему, очень много было неверия. Мы сделали это. В первую очередь президент Украины, родина Надії, в ней абсолютно уникальная мама, абсолютно уникальная сестра, действительно наши дипломаты, все люди доброй воли. И тут хочется поддякувать всему свету, что они подключались к этому. Сегодня Надія была звольнена, но она потом рассказала, вот первое, что рассказала в летаку, что действительно на 5 часов. Хотела спросить, какими были первые слова? Первые слова были «Слава Украине», потом были слова, которые я дипломатично не буду рассказать. Думаю, что Надія открыта до прессы, она сама расскажет все это. Но еще очень важно, что она рассказала, что действительно 5 часов я получила в автозаку, перед тем, как передать на наш летак, и это было достаточно тяжело. Потом, вы знаете, она показала те вещи, с которыми она... Они сказали, куда ее везут, или она была в Неведе, она знала? Нет, она знала, конечно. И еще очень важно, что она с собой везла лишь несколько турбинок. Один турбинок в ней были такие там саморобки, которые она делала, чтобы просто в камере дочекаться свободы. Потом в ней были такие две большие пакеты с листами, потому что щемесяц она получила несколько тысяч листов. Она все читала, говорила, и передала потом своим родителям, и ни одного листа там не оставила. И самое главное, что потом пев по лету этих наших двух с половиной часов в дороге, потому что мы действительно облетали окупованный Донбасс, Надя провела в кабине пилота, и чувствовала, что это ее стихия. Она так радила, когда мы уже перетнули кордон Украины, и увидела там Харків, Чугуев, она говорила, ну может, мы уже сядем в Чугуеве, это такое мне родное место. Но так же большую часть нашей первой такой беседы, по сути, мы присвятили теме «Севемирная рекоменда». И она в первую очередь цикавилась тем, сколько еще отр場ующих в России, сколько отр場ующих на оккупованных территориях, какие их доли, как иде процесс «Севемирка». В она была абсолютно шокована теми фактами, например, что до зарушеков на оккупованных территориях не допускается так само, как и в России, а не червенный хрест, а не медики. Также она была абсолютно шокована тем, что мы не можемönности срековать и отримать информацию про место отримания многих зарушек. И, вы знаете, я верю в то, что надяя, она будет этим голосом, который допоможет Украине, президенту и Украине. То есть похоже на то, что Надежда активно, быстро и очень быстро и активно включится в политическую жизнь в Украине. Вы знаете, с моего боку будет вообще некорректно что-то комментировать, что относится планом надежды, но вот мои от нее такие первые впечатления, она очень действительная, она скучала за работой и она надзвучительно хочет работать. Ира, мы все очень переживали по поводу состояния здоровья Надежды. Мне некорректно будет у вас спрашивать, его оценивать, но я спрашиваю, какой вы ее увидели? Сломленность или сильный дух? Готовый к борьбе или человеку, который устал и вымотан после этих двух лет содержания? Знаете, мне так само некорректно давать оценку здоровью Надежды. Но я хочу сказать, что и навіть в камере она демонструвала надзвучайную силу воли, когда она просто двуче перенесла надзвучайно таки тривалые голодования, как политический вязань, но она не сломана. Это 100% и вы знаете первые слова, которые выцитовали на воле, да, что она хочет так само служить и далее Украине и докладать всех усилий для того, чтобы защищать ее и допомогать извольняться за ученики. Кстати, как вам первое выступление и в Борисполе, да, в аэропорту и на совместной пресс-конференции с президентом Украины? Первые слова надежды. Как вам кажется, многим политикам нужно задуматься и ну, не опасаться, но подумать на своем даже поведение в Верховной Раде, что пришел настоящий лидер, новый. Я хочу сказать, мое впечатление, что Надя не меньше думает, что про нее подумают политики. Вот правда. Ей это мало тревожить. Вона, для нее важлив, ну, как бы там, то сигнал, который она хочет послать тем, кто ее поддерживал весь этот час. Звичайно, среди этих людей было много и политиков. Я еще раз хочу наголосить, что это извольнение было бы неможливо без величезной работы украинского президента, подключения сюда нормандского формата, нашего МЗС. Но, в первую очередь, Надя апеллюет до простых людей, и мне кажется, что она самым им звертала эти свои первые слова. Это очень важно. Но, тем не менее, и первое политическое заявление у нее тоже сегодня было. Наверное, оно было вам интересно, как уполномоченного президента по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Надежда высказала свое мнение по поводу Минских соглашений. Так, она сегодня, когда встречи с президентом, как раз сказала, что это хорошо, что Минские соглашения работают, но они должны работать. Я не помню дослежную цитату. Я думаю, вы ее можете показать в эфире, но очень важно, чтобы они работали с всех сторон. Потому что, на самом деле, ключевая проблема сегодня Минских соглашений это, что их не выполняет Российская Федерация. И, в том числе, почему так долго мы не могли избежать Надею Савченко? Потому что Российская Федерация весь час наголошила на том, что ее избежание, не менее, ничего, спольно с Минскими угодами. Это неправда. Потому что 6-й пункт Минских угод избежание всех заручников. Не имеет там никакого обмена. Там есть избежание всех незаконно отриманных. И, на самом деле, она незаконно отрималась. Так же, как и тех других 11 политических вязаний, которые до сегодня остаются в тюрьмах Российской Федерации. И так же, как и тех 113 за остальные, сегодняшние уже цифры Службы Безпеки Украины, бранцов, которые отримаются на окупованных территориях. Хорошо, что вы об этом говорите. Да, действительно, сегодня день для Украины праздничный. Но не стоит же забывать и о тех, кто остался. Ира, можно ли хоть какой-то прогноз от вас, надежду? Есть подвижки в этих вопросах освобождение наших других заложников, украинцев? И когда возможно это ждать? Знаете, на отмену от очень много политиков и тех, кто спекулюет на эти важные, деликатные темы, я не хочу говорить каких-то вещей, которые а потом очень больно принимаются в первую очередь родинами заручников. Потому что они ловляют каждое слово и живут в этой надежде. Я хочу единственное, что наголосить, что сегодня президент свой выступ присвятил тому, что это важный, надзвичайно, для нас день. Но это еще не победа. Когда мы освобождение всех, мы можем поставить крапку, что мы, как государство, выполнили это наше обязательство. Свобождение, как мы, как государство, сегодня мы должны прикладать больше усилий для пошуку возникших безвестей. И вот тут, до речи, час грая против нас. Потому что, очевидно, что, знаете, есть сведки, которые могут пойти. Есть другие условия. И поэтому это нужно, чтобы все стороны почули эти аргументы. И начался этот процесс пошуку возникших безвестей. А в этом страшном списке сегодня 657 людей. И, власне, это и цивильные, и военные. И поэтому президент очень четко ставит нам и дипломатам, и гуманитарной подгруппе в Минску задачу. Это освобождение всех заручников. Если говорить о важных вещах, которые сегодня можно анонсировать, то мы ждем, как я уже говорила, неодноразово, до конца месяца еще позитивных новин относительно двух полицейских, которые получаются в Российской Федерации. Это Юрій Солошенко и Геннадий Афанасов. Это люди, которые имеют тяжелые болезни, и для нас очень важно их вытягнуть. Очевидно, что сегодня мы активнее подключаемся к процессу освобождения других людей. Если говорить о процессе освобождения заручников на оккупованных территориях, на жаль, сегодня он заблокированный, но на этот день мы работаем. И это очень важная тема, потому что боевики обещали освобождать заручников до Великодня. Это было взорвано, и на самом деле сегодня просто идет такой шантаж Украины с требованием принять амнезтию. Но в любой стране мира, мы изучаем опыт, начиная от Хорватии, заканчивая Индонезию, в любой стране мира амнезтия не происходит в период конфликта, только в период сталого мира. И ключевое, никогда под амнезтию не потрапляют військовые злочины, потому что это абсолютно очевидно, что те злочинцы, которые сделали особо важные злочины, а это и терроризм, и убийство, они не могут потрапить под амнезтию. И сегодня это та дискуссия, в том числе в Минской группе, где пока что в нас нет понимания. И мы требуем, на самом деле, это очень важно, и пока что только Украина это требует, чтобы нормандский формат подчас своих встреч приделил не так увагу только политическому блоку, как гуманитарному. Потому что звольнение заручников это права человека, это защит каждого человека. И без этого мы не просунемся дальше вперед в политическом блоке Минской охоты. И в завершение нашей беседы я расскажу о том, что президент действительно Петр Порошенко, как вы уже сказали, сегодня заявил, что в ближайшее время будут освобождены осужденные в России украинцы, как сказала только что Ирина Герасченко, это заключенный Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев. По словам президента, их состояние здоровья очень тяжелое. Глава государства пообещал прогресс в процессе освобождения и других заложников. Это завершение нашей беседы. Ирина, спасибо вам огромное за то, что вы сделали в процессе освобождения Надежды Савченко. Я хочу подякувать украинским журналистам, на самом деле, я хочу подякувать украинским журналистам, потому что без вашей уваги до высвятления темы и Надеи Савченко, и всех заручников, нам бы было набагато складнейше выполнять нашу работу. И мы сподеваемся и надалее на объективность этих процессов. Огромное вам за нее, спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо ей за ее маму чудово, а мы просто счастливы, что смогли долучиться хоть трошечки до ее освобождения. Спасибо. Ирина Герасченко была гостем подробностей, ну а мы продолжаем. Освобождение Надежды Савченко и обмен на Ерофеева и Александрова согласовали во время телефонных переговоров в нормандской четверке. Об этом рассказал президент Франции Франсуа Алант. Напомню, дистанционные переговоры между президентами Украины, Франции, Германии и России прошли буквально два дня назад. И весь мир, ну просто на ушах, ведущие политики и дипломаты комментируют освобождение Надежды Савченко. Эмоциональные заявления сцеплются одно за другим. Везде поддерживают Украину и лично Надежду. Оксана Кундеренко расскажет подробнее. Когда новости еще и не подтвердились, толком пресса цитировала только неназванные источники, а мировые лидеры уже вовсю комментировали освобождение Надежды Савченко. Первыми отозвались главные дипломаты Латвии и Литвы. Приветствуем в свободном мире. Это победа вашего мужества над бессовестностью. Освобождение Надежды доказательство того, как работают коллективные усилия международного сообщества. Даля Грибаускайте написала сообщение вообще по-украински. Ее коллега из Латвии тоже приветствовал Надежду. Глава Европарламента Мартин Шульц признался, что ожидал ее освобождения очень долго и вспомнил семью Савченко. А некоторые евродепутаты даже пожелали в скором времени встретиться с украинкой лично. Европа празднует вместе с Украиной. Это твит главы ЕС по внешней политике Федерики Маггерини. Позже она опубликовала и официальное заявление в нем об обмене заложниками и заключенными, а сам жест освобождения Надежды назван человеческим состраданием. В Германии, которая принимала активное участие в переговорах и способствовала обмену, высказался глава МИДа Франк Вальтерштанмайер. Очень рад, что украинская летчица Савченко не только освобождена, но и вернулась домой к семье. Мы долго ждали эти хорошие новости и работали над этим. Желаю надежде скорейшего выздоровления и надеюсь, что обмен, состоявшийся сегодня, способствует укреплению доверия между Украиной и Россией и тем самым даст позитивный импульс минскому процессу. Шведские дипломаты и вовсе выразили надежду, что скоро освободят и других украинских политзаключенных. Надежду Савченко ждут в ПАСЕ. В июне следующая парламентская ассамблея Совета Европы. Если здоровье позволит летчица и народный депутат может поехать в Страсбург, заявил президент ПАСЕ Педро Аргамонт. Британский МИД тоже не смолчал. На Туманном Альбионе восхищались смелостью и стойкостью украинки. А министр Британии по делам Европы написал в Твиттере, что доволен и может вздохнуть спокойно. Вообще во всех сообщениях, Надежда, Савченко, Украина, популярный слоган «Фри Савченко» тоже встречается повсеместно. Только слова в нем поменялись местами. Теперь Савченко фри. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Я могу добавить теме сюжета, что госсекретарь США Джон Керри лично прокомментировал и приветствовал освобождение Надежды Савченко. Представитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба опубликовал на своей странице в Фейсбуке список всех украинцев до сих пор удерживаемых в России. Перечень неполный предупредил Кулеба. Девять человек находятся в России. Это, например, Сенцов, Кольченко, Карпюк и Клых. Остальные в Крыму. Всего в списке более 30 имен. На Мариупольском направлении боевики не прекращают обстрелы под огнем Марьинка, Красногоровка и Широкино. Накануне вечером наемники в районе оккупированного Докучаевска даже пытались штурмом взять одну из высот. Чем закончилась эта атака знает Станислав Кухарчук. Вот за тем карьером уже находятся оккупированы Докучаевскими. Но с того направления вчера вечером боевики пытались атаковать одну из высот занимаемой украинской армией. Штурм начался внезапно со шквального снайперского огня. Затем в ход пошли вражеские пулеметы и пушки БМП. Замолкнуть наемников заставило только прямое попадание в одну из машин. Это видео снял боец с позывным Мартин. Парень корректировал огонь гранатометчиков с помощью беспилотника. Говорит не ответить противнику не могли. Боевики плотным огнем буквально прижали к земле соседнее подразделение. Когда по тебе работают как-то проще. Если там бегаешь прыгаешь стреляешь там прячешься и все такое когда валят соседи и ты понимаешь что ты в принципе можешь в этот момент чем-то помочь ну состояние совершенно если ты еще попадаешь по оборотам там совсем уже разрыв мозг. В этом бою отличился расчет старенького СПГ. Сергей рассказывает как удалось подбить ту машину за месяц на его счету это уже вторая вражеская БМП. А вот обещанную государственную премию за уничтоженную технику противника так до сих пор и не получили. Ждем уже долгенько ну побачим будет приятно конечно но особо не рассчитываю. Общение внезапно прерывает канонада заметив нашу группу боевики открывают огонь из гранатомета но тут же получают ответ. Первый выстрел пошел от них лег на нашу позицию ну и соответственно тут же ребята дежурят все понимают ситуацию после вчерашнего тем более поэтому сейчас пытаются их найти. На сопредельной стороне черный дым наши бойцы предполагают это подбитая техника противника стреляли точно по опорному пункту боевиков. Там вон склады там прямо то там у них опорный пункт взводный он прямо перед нами. рапорты и видео с подбитой техникой противника руководство пообещало отправить штаб для начисления премии да вот сами ребята переживают как бы казну не разорить судя по обострению на фронте это сгоревшая БМП врага явно не последняя. Станислав Кухарчук Вадим Ревун Николай Терещенко подробности телеканал Интер Донецкая область В Риме задержали граждан России и Португалии полиция подозревает что оба передавали секретную информацию о НАТО и Евросоюзе в Москву имен шпионов не разглашают но португальские СМИ сообщили некоторые детали их соотечественник работал в национальной разведке и за деньги сливал все секреты Кремлю факт задержания подтвердил Евроюст это европейское правовое агентство сейчас следствие ведут португальские спецслужбы ну а посольство в России и в Риме пока ничего не комментирует американцы готовятся к наступлению на исламское государство вместе с курдским ополчением они хотят захватить столицу исламистов Раку и Ордания наращивать силы для отражения возможного вторжения ИГИЛ о ситуации на Ближнем Востоке Сергей Услендер похоже ситуация в Сирии начинает стремительно меняться международная коалиция усилила бомбардировки позиций ИГИЛ и собирается переходить к более решительным действиям 250 американских спецназовцев десантированы на севере Сирии возле города Хосеки у отряда есть тяжелое оружие и бронетехника похоже что они собираются участвовать в наступлении на столицу Халифата город Раку это наступление будут проводить отряды курдского ополчения Пешмерга при поддержке наземных войск и авиации США все это часть новой стратегии Америки на Ближнем Востоке один из ее ключевых элементов штаты будут усиливать своих союзников в регионе в частности Израиль и Иорданин существует угроза и от исламского государства и от других экстремистов эти учения проводим для того чтобы быть во всеоружии как только они захотят приблизиться к нашим границам армия Хашемитского королевства готова защитить страну и граждан от любых опасностей учение под названием нетерпеливый лев иорданская армия проводит совместно с американской вероятнее всего иорданцы не собираются участвовать в наступлении на Раку а хотят только оборонять свою территорию кстати Израиль неоднократно заявлял что готов защищать иорданские границы как свои собственные потому что Хашемитское королевство это естественный буфер между территориями которые контролируют ИГИЛ и еврейским государством тем временем из Сирии поступают странные любопытные сообщения американское агентство Stratfor опубликовало спутниковые снимки это агентство специализируется на сборе разведывательной информации так вот на этих снимках видно российскую авиабазу Эд Тияз в Сирии похоже что база подверглась сильнейшему артиллерийскому обстрелу во всяком случае на снимках отчетливо видно остовы сгоревших боевых вертолетов поврежденные боевые самолеты и разбитые грузовики около 20 грузовиков снабжения ответственность за этот обстрел взяли на себя боевики исламского государства вот российское оборонное ведомство все это разумеется отрицает Сергей Услендер подробности телеканал Интер Израиль силовики разоблачили организованную преступную группу которая похищала оружие и взрывчатку с военных складов как сообщили в СБУ задержаны два гражданина Украины и гражданин России они пытались продать очередную партию гранат и патронов одновременно с задержанием были проведены обыски изъято стрелковое оружие боевые гранаты и более 5000 патронов а сегодня под вечер на жену секретаря СНБУ Александра Турчинова Анну с ножом напал злоумышленник случилось это в институте где она работает об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр внутренних дел по словам Арсена Авакова преступника уже задержали и обезвредили оказался им житель Донецкой области он приехал с оккупированной территории специально для нападения на семью Турчинова утверждает Аваков у задержанного изъяли комплект холодного оружия на допросе пишет министр злоумышленник вел себя нагло угрожая Турчинову и руководству государства кричал что его дело доведут до конца другие и тут же в Фейсбуке уже на своей странице Александр Турчинов поблагодарил охранника который спас жизнь его жены и сотрудников нацполиции которые процитирую оперативно приехали на место преступления и задержали нападавшего также секретарь СНБО заверил что террористам которые не могут победить в бою и пытаются свести счеты с беззащитными женщинами не удастся запугать его семью по этому факту полиция уже открыла уголовное производство об этом сообщили нам в пресс-службе МВД и сейчас следствие выясняет мотивы и обстоятельства этого покушения на близко 16-е годины подозрюванный из ножем целоспрямовано в чиновный напад на Ганну Турчинову просто на ее рабочем месте в помещении начального закруга это национальный педагогический университет имени Драгуванова постраждала одна женщина но ее жизнь ничего не загрожила холодная оружие которая была при нем у него вылечена порушена криминальная справа за статья 15 замах на умисное убивство в свою очередь мы также выясняем обстоятельства нападения на Анну Турчинову завтра обязательно расскажем все что удастся нам узнать пока еще об одном нападении накануне ночью в центре Киева жестоко избили военного фотографа и волонтера Сергея Маргунова об этом сообщил его друг Сергей Листопад на своей странице в соцсети неизвестное напали на Маргунова возле памятника сковороде на Подоле били по лицу врачи определяют состояние пострадавшего как тяжелое у фотографа ушиб головного мозга кровоизлияния в мозг переломы носа и нижней челюсти Маргунов частично даже потерял память и поначалу не сразу вспомнил свою фамилию денег и вещей нападавшие не взяли в полиции открыли производство по статье умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести реформировать таможенную службу пообещали сегодня в кабинете министров министры приняли несколько решений для упрощения импорта экспорта товаров например собираются унифицировать процедуру оформление грузов чтобы у таможенников не было соблазна затягивать ее для получения взятки также создадут электронную систему обмена данными так называемое единое окно которое уменьшит количество таможенных процедур и устранит доступ правоохранителей к осмотрам на границе появится здесь вскоре и таможенная сотня это межведомственное подразделение по борьбе с контрабандой а вот реки тиры в погонах заверил премьер исчезнут контролирующий орган мае протягом четырех годин прийнято решение щодо здействия соответствующего вида контроля если за четыре годины контролирующий орган не принимает решение айти-система автоматично формует позитивное решение про проведение соответствующего вида государственного контроля которые подставят для завершения митного контроля и митного оформления товаров никто уже не будет зловживаться по 50 раз проверять один и тот же транспорт хай просто никто не играется ни податково ни СБУ ни кто-то другой потому что будь какая информация про затримку такого вантажу або какого-то другого будет публичной мы наведем порядок в дерегуляции мы снищим как класс ракетиров и сегодня же Кабмин окончательно определился как будет проходить процедура регистрации импортных лекарств не дольше 10 дней таким образом уверяют в Минздраве у людей появится больший выбор ну а цены на медпрепараты снизятся правда для этого утвержденный на заседании правительства законопроект еще должен рассмотреть парламент ну а после подписать президент экономика Украины начнет восстанавливаться когда начнет расти экспорт экономисты прогнозируют что это произойдет скоро мол цены поднимутся и на металл и на зерно товары которые Украина всегда хорошо продавала но вот как удержать рост и снова не провалиться на дно вот главная задача правительства какие пути выхода и на чем рекомендует сосредоточиться эксперты подробнее в следующем сюжете последние три подъема экономики Украины происходили благодаря наращиванию экспорта на рынках металла зерна и удобрений попросту говоря цены на сырье на мировых рынках растут а значит вырастет и экспортная выручка Украины металл и продовольствие в мире дорожают значит можно надеяться на рост украинского экспорта уверены экономисты это так званые конъюнктурные циклы которые складаются в связи с святовой конъюнктурой и так но падение цены в сыровейном рынке связано с тем что они могут поднимать на них цены расти а могут падать как вырваться из этого порочного круга и после очередных колебаний на мировых рынках снова не опуститься на дно эксперты убеждены основная возможность для восстановления экономики это увеличение экспорта и не только сырья а готовой продукции уверены в федерации работодателей Украины например цена зерна составляет около 400 долларов за тонну цена муки изготовленной из зерна на 15-20 процентов дороже примерно 600 долларов а свинина если животных кормят этим зерном стоит 1800 долларов за тонну в 5 раз дороже зерна чтобы больше зарабатывать Украине нужно продавать не сырье а продукцию высокой степени переработки то есть необходимо строить новое предприятие это станет возможно после притока инвестиций для нас это важно чтобы были инвестиции чтобы развивалась страна чтобы приходили деньги чтобы был рынок то что такое инвестиция это в первую очередь рынок понимаете это сразу организация труда много людей получает работу это сразу рынки сбыта которые можно продать то есть какая-то начинается жизнь но если не будет с нами участвовать правительство и парламент вместе то будет очень сложно добиться этих успехов международные украинские эксперты и ученые под эгидой федерации работодателей разработали план по выводу страны из кризиса который обеспечит приток инвестиций этот план предполагает реформы на десятилетия вперед их проведение сделает Украину привлекательной для иностранных инвесторов и в результате можно будет привлечь около 300 миллиардов долларов а это в 8 раз больше чем сейчас вложено в украинскую экономику для успешной реализации данного проекта нужно сотрудничество с парламентом правительством и профсоюзами в уряду сейчас есть огромные проблемы как связывать целый ряд макроэкономических задач особенно в частности дефицитов пенсионного фонда и дефицитов бюджета поскольку нужно соответственно нужно бюджетная консолидация и в следующем году для него будет это огромной проблемой экономической и социальной а значит и податковой в том числе там есть вопросы минимальных заработных плат тому в уряду в этой частине вот это все треба вырешить я внимательно смотрел выступления Гройсмана но мне показалось что человек более прагматичный менее политизированный то есть и больше перспектив и конечно мы в будущем ожидаем все-таки что все-таки все-таки начнется с системного управления мы должны понимать что мы хотим увидеть какую страну мы хотим увидеть через 25 лет с какой экономикой с какой социальной сферой с какой политической системой программа модернизации ориентирована на отечественного производителя и рассчитана на десятилетия вперед а не на год-полтора как это было раньше Оксана Григорьева Леонид Аборин подробности телеканал Интер Львовскую федерацию шахмат подозревают в растрате государственных средств деньги на проведение чемпионата по шахматам среди женщин выделяли из городского и областного бюджетов а распоряжалась ими Львовская шахматная федерация закупала инвентарь расплачивалась за разные услуги чиновники должны были предоставить 11,5 миллионов гривен выделили 10 а вот полтора миллиона не перечислили теперь инициировали проверку шахматной федерации якобы все цены были завышены начато уголовное производство правоохранители изъяли всю документацию сейчас изучают бумаги чтобы определить реальную сумму ущерба маленьких луганчан которых со скандалом удалось два года назад эвакуировать Харьков теперь просят вернуть назад летом 14 года эта история была в центре внимания тогда террористы отправили 60 воспитанников луганского дома ребенка в Россию и только после вмешательства украинского консула отдали детей обратно сейчас ребята живут в Харьковской области но чиновники решили что им надо снова переезжать куда и зачем выясняла Лидия Калинина сколько ушек у мастица? два молодец сегодня Дима считает рисует и пытается говорить а два года назад это был совсем другой ребенок не реагировал на обращенную речь вообще не понимал ее вот сейчас вы видите Димочка Дим как тебя зовут? мама летом 2014 эти кадры облетели всю страну детей из луганского дома ребенка боевики пытались вывезти в Ростов там их не приняли и малышей доставили в Харьков в пути они провели трое суток они были запуганы приучали мы ложками кушать их то есть одеваться самостоятельно обуваться детей привезли без документов даже истории болезни остались в оккупированном Луганске говорят воспитатели позже у многих выявили патологии на сегодняшний день все дети пролечены все дети детям приобретена ортопедическая обувь масса детей прооперирована несколько недель назад главврача предупредили чтобы готовили детей к переезду Луганский дом ребенка эвакуировали в северо Донецк и чиновники решили вернуть им бывших воспитанников волонтеры которые вот уже два года опекают малышей против ведь в зеленом ГАИ дети могут жить пока не пойдут в школу а если отдать их назад переезды не закончатся в том детском доме куда их хотят вернуть максимальный возраст четыре года из группы четырехлетних уже нет то есть мы отдаем их детей туда их привозят и опять начинают перераспределять главврач Луганского дома ребенка уверяет причина перевода в бюрократических проволочках ведь большинство детей до сих пор официально не лишены родительской опеки что-то может сделать только Луганская обладминистрация вот отсюда вопрос перевести детей в Луганскую область присвоить им статусы и отдать семьи почему эти формальности нельзя решить не срывая детей с мест воспитатели не знают уверены новый переезд сведет на нет все их достижения за два года любишь Таню да сильно покажи как сильно покажи как сильно вот так сильно любишь Таню моя сайка Лидия Калинина Александр Яновский подробности телеканал Интер Харьковская область 10 человек погибли четверо ранены в Афганистане террорист-смертник подорвал себя в Кабуле среди погибших сотрудники апелляционного суда они и были мишенью боевиков ответственность за теракт взяла на себя движение Талибан в штабе группировки сообщили атака в Кабуле это месть за решение правительства Афганистана казнить ранее задержанных шестерых боевиков Талибов политические баталии в США выплеснулись на улицу противники бизнесмена Дональда Трампа который вероятнее всего станет кандидатом на пост президента от республиканской партии вступили в столкновение с полицией как это произошло расскажет наш собственный корреспондент США Тихан Зятко процедура праймерис первичных выборов в республиканской демократической партии постепенно подходит к концу накануне они прошли в штате Вашингтон на западном побережье если у демократов еще сохраняется подобие интриги и бывший госсекретарь Хилари Клинтон пока не окончательно обеспечила себе выдвижение от партии то у республиканцев все ясно Дональд Трамп остался единственным кандидатом а остальные попросту выбыли из гонки он даже не присутствовал в штате Вашингтон во время подсчета голосов отправился агитировать за себя в штат Нью-Мексико и тут столкнулся с довольно ожидаемыми протестами этот штат находится на границе с Мексикой и тут проживает наибольший в США процент латиноамериканцев а они очень недовольны антимигрантской риторикой Трампа около месяца назад с подобными протестами он столкнулся в Калифорнии теперь в крупнейшем городе Нью-Мексико Альбукерке в зал, где выступал Трамп перед своими сторонниками пробрались несколько его противников их с трудом вывела полиция но гораздо более активные действия разворачивались на улице у входа в это здание противники Трампа пытались прорваться внутрь вступили в столкновение со стражами порядка бросали в них бутылки и камни в ответ полиция применяла дымовые шашки и даже по некоторым данным слезоточивый газ на улице была выведена конная полиция в результате некоторых участников беспорядка задержали впрочем противостоят Трампу не только на улицах более 450 американских писателей поддержали онлайн-петицию против его кандидатуры на пост президента США кстати среди них например и Стивен Кинг Тихон Зитко Юрий Романюк подробности американское бюро телеканал Интер автопад во Флоренции два десятка машин ушли под землю в чем причина узнаете из нашего обзора два десятка припаркованных авто ушли под землю во Флоренции на набережной реки Арна из-за прорыва трубы просел асфальт и машины нырнули вместе с ним к счастью пострадавших нет движение на набережной перекрыли специалисты устанавливают причины аварии трубопровода на работу семиметровой бамбуковой тростью добирается китаец Фан Шу Юн с ее помощью мужчина перебирается через реку стоя на бревне каждый день на нем он умело лавирует по воде чтобы попасть на другой берег такой способ транспортировки китаец практикует уже два года чем заслужил популярность в интернете уникальные монеты уйдут с молотка на аукционе Сотбис за два серебряных доллара 19 века планируют выручить 27 миллионов зеленых это рекордная сумма некогда такие монеты вручали иностранным высшим чиновникам одну из них 1804 года выпуска американские дипломаты подарили султану Амана рекордные объятия новое мировое достижение установил житель индийского штата Антхра Прадеш Кришна Кумар обнял 79 человек за минуту добровольцами выступили ученики местной школы Кришне удалось обнять 83 ребенка но представители книги рекордов Гиннесса засчитали не всех поскольку по их мнению некоторые объятия походили на бойцовский захват очень вежливый злодей в Чехии неизвестный мужчина грабил банк взяв талончик на прием когда подошла его очередь вручил кассиру лист бумаги с угрозой взорвать отделение сотрудница отдала деньги и грабитель покинул банк полиция до сих пор ищет преступника Скандал с собаками Джонни Деппа не утихает в Австралии Грабский актер и вице-премьер страны вступили в словесную перепалку В одном из интервью Депп сказал что Барнаби Джойс похож на помидор выращенный в результате инбридинга Чиновник в ответ назвал себя кукловодом в голове американского актера сравнив себя с главным героем фильма Молчание ягнят Ганнибалом Лектором Кота из британского МИДа заподозрили в шпионаже в честной работе черно-белого Пальмерстона засомневался член консервативной партии Кит Симпсон у него появились подозрения что животное является кротом работающим на Еврокомиссию министр Филипп Хэммонд вступился за Пальмерстона похвалив за хорошую работу в министерстве с апреля кот поймал троих мышей политик-экономист теперь еще и художник Ирина Акимова представила свою дебютную выставку Я рисую небо по словам автора именно небо с его динамикой вдохновило впервые взять в руки кисть и выразить себя в несвойственной роли художника галеристы отмечают эклектичность стиля выставки которую кстати любой желающий сможет посетить совершенно бесплатно продлится она месяц а главная цель благотворительность я хочу три картины с помощью этой галереи продать на аукционе за ту цену которая случится и передать все что будет выручено благотворительному фонду таблеточки этот волонтерский фонд благотворительный фонд имеет очень благородную миссию он помогает больным детям я долго занималась темой медицины сейчас я и занимаюсь и понимаю что многим людям сейчас очень тяжело выжить особенно больным поэтому мне хочется помочь этому молодому коллективу вот тем чем я смогу вот такие у нас сегодня подробности спасибо что смотрели до встречи вы Субтитры подогнал «Симон»